По круговым движениям, видите, меняя руку, если руку зацепили в бою, ну порадили ее, перехватил левую, пошел работать точно так. Сейчас мы вам покажем, как казаки усовершенствовали свою искупу, Владимир Стаблик, и двумя руками, смотрите, опять же, защита, с двух сторон, подойти как со спины, так и с переднику практически невозможно. Вот так вот казаки отбивали стрелы. И атака. Как называемая мяторуска. Сейчас мы вам покажем небольшой мяторус, что вы, как казаки, тренировались, и как они получали свою искупу. Готовы, брати? Готовы. Уехали! Готовы. А-а-а! 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 Вот так, кто закрывал бежал. Смотрите, дом! Если вы видели фильм Тарас Гульба, А-а-а! А-а-а! Ему перебивали руки и ноги. Но такое оружие тоже использовали казаки. Преимущество этого оружия на цабле заключается только в его мае. Если при сильном ударе прямого попадая в цабле, никакая цабля не остановит прямого. Никакой щит, никакая кольчуга не учит. Прямого попадая в кости, отбивает внутреннего уровня. Но можно было держать несколько противников на расстоянии при помощи одной великой. Очень страшное и сильное оружие. Минус этого оружия заключается только в том, что когда вы хотите их ударить, у вас очень много времени уходит на этот замах. Очень быстрый, допустим, сабли. Он пропустит и, видите, что здесь. Пока я вынесу, он у меня уже пару... Сабля быстрее. Сабля быстрее, да. Как бы на этом мы тоже заканчиваем. Показываем вам спыль. Понимаете? Это копье. Газаки назывались. . . . .